Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Гость программы Гульнара Касимова, главная врач клиники Возрождения. Гульнара Шахвалевна, добрый день. Добрый день. Очень приятно снова вас видеть в нашей студии. Говорить мы сегодня будем о гинекологии. И не только, но в основном касающихся этих проблем и различных заболеваний этой сферы. Вопросы сегодня мы будем разбирать. И начнём мы с лечения трубно-перитениального бесплодия. Трубно-перитениальное бесплодие. Что это такое? Какая категория женщин подвержена этому заболеванию? И как можно лечиться от этого заболевания? Какие услуги предоставляет ваша клиника? На самом деле трубно-перитениальное бесплодие оно достаточно часто распространённое явление. Это связано с тем, что, к сожалению, наши дети очень рано начинают жить половой жизнью и очень рано заражаются инфекциями, передающимися половым путём. Очень часто трубно-перитениальное бесплодие бывает на такой инфекции, как хламидиоз. Довольно распространённая инфекция. Да, к сожалению. И неизлечимая. Вот если так, у нас многие думают, что это излечимо. Ещё 20 назад, будучи в ординаторе, англоязычной версии журнала, я читала про хламидиоз уже тогда, что он при применении антибиотикотерапии переходит в эльформы и прекрасно живёт, как и любая вирусная инфекция в клетке человека. Снижается иммунитет, а хламидия у нас снова. То есть не происходит повторного заражения. Она просыпается, выходит при благоприятной обстановке, а снова выходит, и мы её находим. И самое обидное, что такие инфекции, как хламидия, которые раньше не встречалось, допустим, лет 40 назад у наших мам, такая инфекция, как генитальный герпес, который очень распространён и который тоже может не выходить и не давать никаких симптомов клинических, но зато даст запаивание маточных труб. Трубно-перитениальное бесплодие – это, в принципе, когда просто не встречается яйцеклетка со сперматозоидом, потому что путь ей перекрыт спайками в трубах. В принципе, ведь вроде так-то всё банально, и можно было бы лечить, но, к сожалению, нет. Это очень сложные излечимые вещи. Что ещё может дать? И я очень, будучи, сижу на приёмах, особенно девчонки молодые, вчера этот случай был. Это, конечно, я абсолютно категорически против тампонов, потому что есть ещё такая интересная вещь, и называется это облигатная анаэробная инфекция и условно-патогена микрофлоры. Если условно-патогена ещё понятно, что условно она может присутствовать и при снижении иммунитета, как уриоплазма, микоплазма, повысится в титрах, то облигатная анаэробная переводится как обязательное присутствие, но в безвоздушном пространстве. То, что... И что происходит? Вот давайте вот я всегда девочкам привожу примеры, говорю, давайте микробиологией займёмся, я вам расскажу, что вы делаете. Мы вводим тампон. Кровь прекрасная, питательная среда. Чашка Петри практически. А кровь есть, инфекция есть. Она питается. Ещё мы создали безвоздушное пространство. Всё, кислорода нет, всё, спасибо, говорит эта инфекция. И самое-то обидное, что в течение часа там миллиарды колоний будут. Куда они пойдут? Вниз им нельзя. Там всё перекрыто. Они пойдут вверх, по цервикальному каналу, в эндометрии, в трубы. Не надо ничем было заражаться, чтобы получить трубно-перитениальное бесплодие. Если девочка прямо с самого раннего возраста, когда уже можно применять тампоны, она с тампонами ходит. И, кстати, с этим же тоже, вот так прямо крик души у меня, с этим же связана такая интересная вещь. И это отдельная тема, это бактериальный вагиноз, моя любимая тема, потому что ею никто не хочет заниматься. И все у нас любят флюкостаты пить каждый месяц, и это не вылечится никогда. Так вот, одна из фишек бактериального вагиноза, это применение тампонов. И пока человек этим пользуется, девочка, бесполезно лечить этого пациента. Бактериальный вагиноз – это молочница? Да, её, так скажем, называют молочницей. В рекламе именно это слово используется? Да, к сожалению, да. На самом деле, очень интересная тема, всё тоже хочется сесть, просто статью вот такую вот нормальную, хотя бы написать на свой сайт, что это такое, и почему нельзя антибиотиками это лечить. Вот, ну вот мы по теме трубноперитониального, просто вот к чему, да, вот банальные вещи, о которых вот надо говорить, и чтобы удержать. Потому что, когда наши мамы были там, конечно, мороз, там вот эти холодные туалеты в деревнях, потому что большее количество людей жило всё-таки в деревнях, а не в городах, да. И там и почки больные, и органы малого таза простуженные, да. Вот там, к сожалению, эти все хронические эндометриты и адноксиды были, условия жизни были тяжёлые, социальные. А сейчас распущенность иногда. А сейчас распущенность иногда. Элементарных правил, да, даже гигиены, которые могли бы предотвратить развитие вот этого заболевания. Различное заболевание. Как-то живёт, живёт, и всё хорошо. И она ведь не чувствует ничего никогда. И в итоге, когда проявляется, когда понимает девочка, девушка, уже девушка-женщина, что у неё трубно-перитониальные бесплодия, когда не может несколько лет забеременеть? При обследовании это выявляется? Чаще всего, конечно, когда не может забеременеть. Нет, при диспансеризации такие вещи не видны, естественно, если уж там не грубые спайки. Нет, она когда не может забеременеть, это раз. Но ведь есть ещё один момент, внематочная беременность. Тоже вызванная вот этим заболеванием? Конечно, конечно, потому что, да, сперматозоид через какое-то маленькое отверстие проскакивает, но дальше-то оплодотворяется и циклетка. Она ведь, когда идёт по трубе в матку, она уже начинает делиться. То есть она... Расти. Расти, да. И вот этот маленький, даже не зародыш его нельзя так называть, бластоцистый, да, она обратно уже не пройдёт. Она отяжелевшая с яйцеклеткой. Нет, конечно, не пройдёт. И она застревает. И чаще всего как раз застревает в ампулярном отделе. Всё. И бывает... Застревает в трубе, условно говоря. Но с учётом... Перед этой пробкой. Очень тоже в своё... До развития УЗИ, да, и тем более сейчас УЗИ, когда экспертные классы идут, да, то есть мы в своей клинике очень часто вот как бы так ловим эту внематочную до разрыва. И это здорово. Что значит до разрыва? Когда не порвалась маточная труба. То есть мы видим... Рост этой яйцеклетки? Да, мы яйцеклетку видим прямо в трубе. Мы видим, что, да, вот там уже, ну, иногда даже как бы достаточно большие уже видим сроки 4-5 недель, но успеваем вот видеть до разрыва, ну, естественно, более благоприятные условия для операции, да, то есть лапароскопический, допустим, что нет кровопотери, что, значит, спаек не будет, да, то есть это всё можно. Давайте разберём тогда два пути. Вот положим вариант, есть вариант, который вы обозначили, это бесплодие практически, то есть девушка не может забеременеть, потому что мужская клетка не может проникнуть к женской. И вторая история, это когда всё-таки проникло, произошло оплодотворение, и растущая яйцеклетка застревает в трубе, получается внематочная беременность, которая грозит разрывом трубы и очень серьёзными последствиями. Ну, конечно, конечно. Если обращается девушка, которая не может забеременеть, какие у неё шансы на то, чтобы это заболевание перестало быть помехой для нормальной здоровой беременности? Что она должна сделать? Ну, вот я всё-таки, ну, в нашей клинике, по крайней мере, мы с докторами это обсуждаем постоянно, потому что, ну, в первую очередь, надо докторов, как бы, не то чтобы переучивать, наверное, какие-то стереотипы и принципы ломать, да, то есть другие парадигмы вообще нашим докторам прививать, кстати, очень сложно. Вот. Но я всегда, так как у нас, в принципе, ну да, идут подготовки к ЭКО, но я, насколько знаю, вот мы официально, на самом деле, не работаем ни с одной организацией по ЭКО, да, то есть там вот, как обычно, там подписываются клиники, и они подготовкой к ЭКО. Да, мы можем анализы взять и всё, и поэтому мы не заинтересованы, в общем-то, да, в каких-то там финансовых моментах. Поэтому мы всегда предлагаем бороться за эти трубы до конца. И вот по нашим подсчётам достаточно длительное время мы это делаем, больше пяти лет, да, уже, после нашего лечения, которое мы предлагаем, и, кстати, которое достаточно хорошо было известно в Советском Союзе, и это было, и распространено было, и боролись. Процентов 40 у нас беременеть. Тут у меня буквально позавчера девочка такая забеременела после нашего лечения, после внематочной беременности с одной трубой, и мы в шикарную маточную беременность. И, конечно, когда вот так они беременеют, ты обнимаешь и целуешь пациента, потому что вот, ну, радость, вот, потому что это удовлетворение, в первую очередь, ещё и врача. И ты иногда даже плачешь с пациентом, потому что, ну, настолько вот ждёшь эту беременность, и поэтому я всегда говорю, ну, давайте будем, ну, давайте вначале всё сделаем, перед тем, как вы в ЭКО пойдёте. Что значит бороться за трубы до конца? Ну, потому что то, что мы ставим вначале, вот делаем ультрасонографию, да, я, кстати, не очень... Расшифровывается. А, да, извиняюсь. Ультрасонография – это когда мы под датчиком УЗИ вводим раствор и смотрим, как он по трубам идёт. Проходимость труб. Проходимость труб, да. Делают это ещё и рентгенологически, но есть теперь уже ряд статей, я с этим, в общем-то, согласна, что рентгенконтрастное вещество достаточно может быть, так скажем, не очень переносимым и вызвать иногда асептическое воспаление. Очень нежной-нежной вот этой слизистой трубы. Она, правда, наинежнейшая, так скажем. Её вообще трогать нельзя, по идее. И поэтому вот какими-то грубыми манипуляциями, ну, тоже вот иногда такое бывает. Поэтому, ну, и опять-таки я слышу, например, что нет ультрасонографии, не показывает истинных моментов. Ну, вот не знаю, как бы вот. То есть на вашу, исходя из вашего опыта, ультрасонография меня удовлетворяет абсолютно, потому что мы же потом в конечном счёте в динамике-то видим же беременность. То есть приходят, УСГ, всё, не проходят трубы, всё, 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 ревём. Я говорю, так, стоп, 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 не плачем. И привожу статистику нашу. Давайте, говорю, мы пройдём вот эти этапы лечения. Процентов 40. Если мы попадаем в них, то у вас беременность будет. Но 40 не 4. Это, кстати, хорошая для этого. Вот поэтому мы и боремся до конца. И поэтому я против удаления маточных труб, не попробовав. Я говорю, ну, народ, ну давайте мы дадим шанс, да? Дадим шанс пациенту самому. А вот сейчас, может, есть смысл рассказывать, чем мы всё-таки занимаемся. То есть понятно, что все с инфекциями борются с антибиотикотерапией. Ну, вот знаете, как бы, опять-таки, это лично моё мнение. Ладно. Хотя оно встречается, слава Богу, и в литературе, и в ангоязычной литературе такие вещи встречаются и пишут об этом. Что, а если смысл, допустим, если уже хламидия произошла, и она сделала своё дело. Ну, вот всё, сделала. Запаивают маточные трубы. Иногда мы её находим, иногда мы её не находим, хламидию. Кстати, в антителах проще по крови хотя бы предположить, что если G есть, то мы видим эти, как бы, моменты. Есть и смысл. Вот антибиотикам, причём хламидия достаточно резистентна уже ко всем антибиотикам. Её уже задраконили вот этими вильпрофенами. Сейчас вообще в мире проблема восприятия антибиотиков. Конечно. Серьёзный кризис на протяжении 20 лет. Об этом говорят все врачи абсолютно официально. Ну, кстати, сменится парадигма же опять-таки. Очень много литературы сейчас. Отдельно поговорим об этом антибиотике. Отдельно. Это очень интересная, кстати, вещь. Отличная история. И, ну, я думаю, что наша страна будет впереди планеты всей. Я очень верю в это, потому что у нас очень хорошо... А пока что? Да, пока что. Вернёмся к нашим средам инфекций. Ну, стандартность, ну что, все мы знаем. Стандартные – это антибиотики. Всё. Лечим антибиотиками. Один, два, три, четыре. Курсы часто бывают. Потом у нас любимая наша молочница. Потом мы её лечим ещё. Мы это не можем сделать, то не сделаем. И всё. Когда к нам приходят пациенты, мы начинаем с чего? Расписываем курс. Вы сейчас об этом говорите. Схлами, а к любым. То есть вот есть понятие трубно-перитониального бесплодия. Есть инфекция, когда-то вызвавшая. Я же вам говорила, что это могла быть облигатная анаэробная инфекция. И что мы её ловить будем, если она уже как бы... Она есть у всех. Ну, смысл так как бы антибиотиками. Кстати, к нам уже приходит всё равно после антибиотикотерапии. То есть там иногда ты смотришь пациента, он стерилен. То есть там у него ни лактобактерии нет, ничего нет. Там всё стерильно. То есть он уже залечен и перелечен. А трубы-то нет. Как были, так и всё, непроходимо. Есть и как в Советском Союзе лечили. И все, мы известны, санторно-курортное лечение. То есть что там были. Мы могли грязи, орошения различные. Очень хорошо на Минводах, Железноводске, там радоновые ванны. Вот это всё было. Кто-то может себе позволить это, кто-то не может позволить по каким-то обстоятельствам ехать. Причём надолго, да, на 21 день на лечение. До сих пор, кстати говоря, во многих странах, я думаю, что и у нас, конечно, там всё ещё это используется. Просто не популяризируется и мало доступен. Да, да, вот с этим согласна. До сих пор во многих странах использование различных минеральных ванн и грязи рекомендуется. И даже в Черногории, я знаю, такое есть в достаточно доступной форме. Женщина приезжает туда на месяца именно с вот этой проблемой и получает неплохой, говорят, результат. Да. То есть это как раз вот этот способ. Да, у нас такой момент, первое, естественно, мы андрогеном начинаем лечить, это физиотерапевтический аппарат. Там три фактора в одном, да, то есть там магнитотерапия, да, физио... Ну, в общем, это аппарат для физиопроцедур. А что он делает? Первоначально, ну, при условии, что у пациента нет миом, например, да, то есть мы с опухолями уже не можем, с эндометриозом, кстати, тоже нет, да. Все противопоказания надо снять. Конечно, то есть для этого обследование проходит. Вот. И вот первый курс – это у нас андрогин. Андрогин даёт противовоспалительный эффект. Андрогин, кстати, при хронических тазовых болях припомогает. И это вот когда спаечные процессы, когда вот, ну, вот есть же пациенты, которые постоянно вот эта проблема тазовой боли на один, как бы на один курс иногда снимают андрогин, ну, потому что это физиоаппарат. Кстати, отечественные разработки, ну, отлично просто. Я считаю, что он в каждой больнице, кстати, в нашей должен стоять, чтобы пациентка после всех внематочных, после операции проходила физиопроцедуры. Ну, есть, но в три дня физиопроцедура – это ни о чём. Мы знаем уже эту проблему, уже на протяжении нескольких десятилетий физиокабинеты сокращались, закрывались, хотя мы из своего детства и юности прекрасно помним, что при первых там любых заболеваниях, если это возможно, шикарные, огромные физиозалы целые существовали при каждой клинике, от вот стоматологии и заканчивая гинекологией, чем угодно, детскими поликлиниками они существовали. Я думаю, что это именно надежда в вас и теплится, что мы возродим это всё. Ну, я, да, возродим, потому что, к сожалению, если в году фармбизнеса мы всё это уничтожаем, то это очень печально, потому что, на самом деле, ну, вот те наработки наших учёных по физио, вот то, что они делали до сих пор. Ну, пока не сменится политика государства в этом отношении и отдельных клиник, ничего не произойдёт. Ну, оставим это темно. Оставим это, да, такая сложная тема. Вы включаете физиотерапию. Второй, да, это первый этап при отсутствии противопоказаний. Второй этап, сразу же мы практически, после этой первой процедуры, наши любимые пиявочки, герудотерапия. Ну, вот обожаю эту процедуру. Почему? Потому что, конечно, ну, представьте, или вы лидазой будете одной делать, причём достаточно болезненно. Или мы на купол... Лидаза внутривенно? Ну, внутримышечно. Внутримышечно. Ну, нет, они чаще всего, кстати, электроферрес лидазы делают. Ну, а теперь сравните пиявку, которая 100 ферментов выкидывает вместо одной-то лидазы, да? И пиявки тоже вот мы никогда не делаем. Там вот, конечно, правильнее, там, напечень, крестец, ну, в общем, по вот этому... Я, кстати, вообще очень хорошо герудотерапия отношусь. Мы, честно, сразу ставим 3-4 пиявочки вагинально, купол. Там, где как раз вот прямо яичники с трубами. Всё. И делается, так сказать, процедура раз в неделю всего лишь. Внутри вводятся они? Ну, вагинально ставятся, да. Не страшно? Нет. Кстати, это абсолютно не болезненно, потому что слизистые влагалища не имеют таких рецепторов, и пациенты просто ничего не чувствуют. Абсолютно. Кожу, кстати, больнее кусать на геруда-то. Больнее, особенно чувствительные люди. Вот. Очень комфортная, конечно же, процедура, потому что, опять-таки, такой кровопотери нет. Вот. Ну, и вот, опять-таки, ведь практика показывает опыт. Ну, работают вот эти три пиявки раз в неделю, они, правда, работают. Поэтому смысл 10 ставить, смысл на кожу ставить, если они работают там. И обычно где-то 7 процедур. А потом мы… Ну, понятно, что есть такие понятия, как иммуномодулирующие препараты. Я их очень люблю тоже использовать, я их назначаю, и они параллельно-то всё равно занимаются этим. Есть ещё третьим этапом, иногда мы делаем, иногда нет. Это когда мы видим слабые эндометрии. Ну, так, это такие наши жаргончики, когда хронические эндометрии, когда тощие эндометрии. Здесь мы ещё третьим этапом, после всего этого, подключаем плазмотерапию. Про плазмотерапию можно тоже отдельно рассказывать. Шикарно. Про плазмотерапию, отдельную программу, она всё больше и больше набирает обороты. Конечно, конечно. И не только в косметологии, и в гинекологии, и в травматологии. В травматологии обязательно, в стоматологии, не забывайте, они тоже впереди планеты всей. Обещайте нам отдельную программу. Попробуем. Вот. И вот тоже, опять-таки, достаточно комфортная, безболезненная процедура плазмотерапии. А потом мы идём и снова, после всего этого курса лечения, проводим ультрасонографию. Но вот фишка нашего, может, наших клиник, это то, что не только ведь тёплый должен быть раствор, да, то есть это ошибка, когда холодный раствор. Что такое ультрасонография? Опять-таки, исследование проходимости маточных труб. Я это опять ругаюсь некрасивыми словами. Но мы всегда вот этот физраствор обогащаем озоном. То есть мы очень высокую концентрацию озона вводим на этот физраствор. Озонотерапия. Да, озон, да. Тоже одна из наших любимых тем. А вот, кстати, по озону я вам готова сделать кучу передач, потому что даже сейчас моя, как бы, такая методика идёт, изучая, я уже года три с ней занимаюсь этим, в двух направлениях, по молочной железе и по гинекологии склерозирующему личину. И я только в том году в первый раз услышала, что институт Кулакова ещё только начинает работать. И вот иногда провинция, она вот... Это ваша научная работа. Ну, как сказать, исследование. Практическое. Да, да, практическое исследование, потому что я не думаю, что я буду изучать диссертацию именно по этой теме. А может, и да. Вот. Смысл не в этом. Озон просто, да, тоже вот... Надо уметь знать, как это, да. И, кстати, плазму с озоном очень часто мы... Ну, пожалуйста, трихологию. Ну, «Лебединая песня», да, тоже про это. Очень хорошо волосяной покурс установлен. Да, да, абсолютно. Великолепно. Вот. И после всего этого курса лечения мы снова проходим... Я должна тут сказать, что это моё мнение. Я сейчас на, собственно, опыте... Да, потому что мало ли мне скажут. Это и моё мнение, и исследования показывают, и статистика, что плазмотерапия и сезонотерапия хорошо восстанавливают волосяную покурс. Конечно, конечно. Вот. И мы озонированным раствором снова делаем ультрасонографию. Так вот, 40%. Я не говорю за две трубы. Я, кстати, ну, точно, вот, по крайней мере, по своим пациентам не вижу, чтобы мы обе трубы восстановили. Может быть, это, ну, раз-два было. Но одну трубу мы отыгрываем всё-таки. И человек беременеет. Вот счастье всего. А почему озонированный раствор, объясню. Потому что высокая концентрация озона, это же место антибиотика, это шикарный антисептик, да. И мы просто даже, если что-то там есть, да, то есть мы просто антисептиком защищаем себя очень хорошо. Никакого антибиотика. Это практически какой-то очень шикарный антибиотик вести. Туда, например, чтобы антисептик. Без последствий для организма, потому что и противогрибковые протозоины, противобактериальные, противовирусные, перед озоном ничего не устоит. В общем-то. Вот такая вот у нас процедура лечения. Я считаю, что надо пробовать. По времени, по времени, как она растянута будет? Растянута. Растянута. Если мы делаем андрогин через день, герудотерапию раз в неделю, семь процедур, но это уже больше двух месяцев, ближе к трём. И, во-первых, не надо забывать ещё, что организм, вот нельзя так грубо и жестоко работать с организмом, вот назначил 10 дней, и всё хорошо. Ну, неправда. То есть на любое лечение, что эндокринная система, что иммунная система, 6 месяцев отвечает по большому счёту. Поэтому минимально 3, ну, то есть это более продлённый курс должен быть. Поэтому не все на санторно-курортно поедут. То есть вот процедура прошла, дальше организм должен дать ответ. Он должен заработать в нужном направлении, потом следующее, и снова ответ. Нет, мы в начале комплекса проходим, мы всё-таки и андрогин, и геруда, и плазму. Ну, плазму или да, или нет, то есть это уже от эндометрита зависит, да. Нет, мы после него ждём. Я просто говорю пациентам, что не надо всё сваливать в одну кучу. Иногда, знаете, пытаются, допустим, и андрогин сделать, и геруда, и всё вместе. Вот я всегда за вот более такое поэтапное. Так лучше организм ответит. Больше адаптационных вот таких, если говорить, реакций. Полгода где-то примерно на прохождение. Ну, 3 месяца. А потом вы говорите, организм должен всё-таки дать ответ. Да, мы подготовку к беременности пишем, там, витаминчики, и всё. И пожалуйста. После того, как прошло лечение, в какое время, через какое время вы... 6 месяцев мы даём. Через 6 месяцев уже плановую беременность, да? Нет. Запланировать беременность? Нет, мы... От момента. От момента, когда мы заканчиваем, мы пускаем в плавание, с подготовкой к беременности, там, эти все витаминчики, всё, можно беременеть. То есть мы 6 месяцев даём на то, чтобы человек забеременел. Ждём просто эти 6 месяцев. Прямо в процессе? Ну вот мы пролечиваем, а дальше всё, отпускаем домой. 3 месяца лечения вы говорите. 3 месяца, а дальше 6 месяцев мы вот... За 6 месяцев должна бы наступить беременность. А за 6 месяцев после 3-х должна наступить беременность. Да, потому что не факт, что на первые 3 месяца бывает. Мы видим на 4-й, на 5-й. Вот в течение 3 месяца, и дальше вы наблюдаете пациентку 6 месяцев. В течение 6 месяцев 40% беременности. Да, но обязательно, конечно, здесь с оговоркой. То есть любая задержка, как правило, эти пациенты не страдают нарушением менструального цикла. Любая задержка 3-4 дней. Ну, там до недели. В неделю надо задержки, потому что не увидит УЗИ. Обязательно на УЗИ чего мы говорим? Под контролем врача. Да, почему? Внематочной беременности. Внематочной. То есть мы лечить-то лечим. И, к сожалению, опять-таки, да, я вынуждена сказать, и это есть. И мы пациентов предупреждаем об этом, да, что внематочная после лечения может. Я иногда бывала так, что я лечила совсем другое, допустим, у пациента. А она не могла забеременеть, потому что у неё трудно-перитениально. А лечили мы другое. И человека внематочная беременность, ну, тут как вот, да, то есть а лечил другое. Бывало и такое. Ну, то есть вот здесь, конечно, контроль по УЗИ обязательно. У нас остаётся 5 минут до завершения программы, как всегда, Гульнар Шахвалевна. Вот и поговорим. А вот и очень замечательно, зато очень подробно стало понятно, как вы производите лечение трубно-перитениального бесплодия. Но здесь ещё очень важный вопрос. И давайте вот мы на этом сконцентрируемся. Лихина возьмём позже и другие вещи, которые запланировали, возьмём на другие программы, потому что мы собираемся дальше с вами встречаться. Но всё-таки пациентка, когда приходит, работаете ли вы с её партнёром? Конечно. Расскажите как. Это даже не обсуждается. Это важно очень. А то женщину отправляют. Да, если честно, я сегодня, вот, последняя моя консультация была у мужчины со сниженным тестостероном. Обычно они уже после андролога приходят. А так как я неплохо, ну, так вот уже получилось, что я проходила эти все учёбы по антиэйджу, по нутрицептикам, я неплохо знаю вот эти все моменты и могу предложить... Антиэйдж – это противовозрастная терапия. Да, но она подразумевает собой, допустим, при снижении тестостерона мужчин. Ну, неужели я не напишу лечение? Напишу. Только оно, как бы, оно, наверное, отличается и очень сильно отличается от того, что... Ну, я, кстати, никогда не беру, как бы, на консультации, если он у андролога не был. То есть вот он уже походил, полгода-год полечился. Кто такой андролог? Андролог – это человек, который занимается эндокринной системой у мужчин, часто бесплодием. Кстати, и не только мужским бесплодием, там, когда проблемы с сперматозоидом. Это и проблемы сексуального характера, импотенции. Это всё андролог будет. У нас много андрологов в городе. Насколько я знаю, официально в перинатально один человек был обучен, ну, максимум два. Вообще, это ужасающая проблема. Мы в своей программе за несколько лет работы ни разу андрологов не встречали. Да, это очень плохо, да, это очень плохо. Но я думаю, что, вот, как бы, видите, к сожалению, специализация идёт у андрологии на базе урологии. То есть есть урологи со специализацией андрологов. Да, я как гинеколог, да, не имею права, как бы, заниматься этим. Но у нас, как гинекологи, почему-то даже не имеют права цистауротритами заниматься. А опять-таки, вот, урологи вообще... Хотя система мочеполовая. Ну, конечно, и это всё, в принципе, это наше бывает, все урогенитальные инфекции. Почему бы нам не лечить? Две минуты на мужчину. Ну, на мужчину, да, на мужчину. Понятно, что у нас очень, естественно, начинается с спермограммы и мартестов, и инфекций. То есть вы всегда женщину и мужчину приглашаете? А вообще-то повоз, да, повоз-то вообще-то первоначально мужчинам, да, алгоритмам всегда мужчина. Но ведь у нас, особенно в городе нашем, вы попробуйте затащить мужчину на спермограмму. Да вот вообще никак. Никак. Иногда бывает никак. А есть такой момент, вот за две минуты, не знаю, успею, расскажу или нет. За одну. За одну. Когда мы не можем никак мужчину проверить на инфекции, как можно это сделать без ущерба для своего здоровья мужского. Я всегда даю вакуэточку домой и объясняю, как сделать забор материала дома. Это секс в презервативе и спермы. Мы забираем материал в эту вакуэтку и привозим нам на исследование. Почему я так делаю? Я, кстати, урологам нашим об этом говорю. Потому что сперматозоид идёт из глубины, из яичков, да. Он проходит все эти пути. Он проходит через простату. Он заберёт все инфекции глубоко, которые расположены. И тогда мы будем и в ЭПЧ видеть, и все инфекции видеть. А не так, как мы... Мазочек на сантиметр-два, и ничего мы не видим. Мужчины проще к этому относятся, к такому забору материала. Ну, так он даже может не знать об этом. А, скажите, что может поработать. Он может даже не знать. Нет, ну, проблема не в этом. Это не больно. Ведь они же почему не идут-то больно? Боятся боли, потому что забор там сидела. А я ещё за то, что... А давайте мы из глубины. Ну, что вы... Говорю, ну, что вам даст вот этот забор и на один сантиметр? И ещё, когда он скукожится от боли, и глаза у него на лоб лезут от этой боли. И что ты возьмёшь у него? Ну, ни о чём. Да, это была программа «Слушайте доктора». Мы говорили сегодня о лечении трубно-перитениального бесплодия с Гульнарой Касимовой, главным врачом клиники «Возрождение». Гульнара Шахвалевна, назовите, пожалуйста, адреса клиник, где вы работаете. У вас две их. Да, Комсомольская, 63 и Преображенская, 82-1. На сайте можно всё посмотреть, все телефоны. Но непосредственно вот этим лечением в обеих клиниках занимаются? Нет, это клиника женского здоровья, Преображенская, 82-1, потому что андрогин там. Но Геруда мы можем, кому, кстати, потом удобно ехать, именно в той стране, чистые пруды, радужные, все остальные, Ленгасово и вся область там. Преображенская, 82-1, это рядом со зданием городского ГАИ, в пешеходной доступности, от театральной площади, остановка общественного транспорта, Алла и Паруса. Всё вот достаточно понятно и доступно. Спасибо вам, мы прощаемся. Это была программа «Слушайте доктора». Всем хорошего дня. Спасибо. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь у специалиста.